Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз мы начали знакомить вас, дорогие, с таким интересным направлением в области богословия, как теоэстетика. Мы проговорили главное и важное, что эстетика, наука о прекрасном, наука о красоте, учит нас созерцать эту красоту, наблюдать, учиться, тренироваться в ней, пребывать, быть в ее присутствии. Подмечать ее и неукоснительно для христианина заметить красоту — это заметить Бога, потому что одно из имен Божьих — это красота. Не только истина, не только вездесущая или что-то еще такое, но и красота. Красота — одно из имен Божьих. И вот об этом направлении в богословии, которое существовало всегда, сколько существует христианство, но особое внимание к себе приковало в XX веке, мы продолжаем говорить в нашей студии с философом, богословом, священником и заведующим библиотекой Самарской духовной семинарии отцом Сергеем Кредичем. Здравствуйте, отче. Зарапортовался немножко. Отче, сегодня у нас вторая книга, которая будет лежать в поле нашего внимания. Но чтобы к ней подступить, потому что я просто уверен, что в ней этот вопрос тоже поднимается. Есть ли вообще границы у теоэстетики? Давайте вот с этого вопроса начнем. Потому что если красота, как мы сказали с вами в прошлый раз, является матрицей этого мира, Богом вложенной при творении этого мира, то вот тогда получается красиво все, и теоэстетично все. Есть ли какие-то границы? И говорит ли автор, с которым мы сегодня будем знакомить нашего зрителя, об этом? Так, ну, во-первых, опять же, давайте разделим вопрос. То есть, как мы начали в прошлой программе, теоэстетика – это два слова. Если про эстетику мы поговорили, то вот о Боге – вот это интересный момент. Лично я полагаю, вот самым рабочим из известных мне определений богословия – это определение Блаженного Августина, что богословие – есть ответственное слово о Боге. Тоже, опять же, сделаем паузу, чтобы зрители могли покатать это в черепе, потому что очень много людей сейчас говорят, ой, все готово к пришествию Антихриста, ой, налоговый номер – это печать, ой, это печать. И отсюда возникает вопрос, а вот чем человек, простите, отвечает за то, что он говорит? Потому что, ну вот, первый раз было страшно, второй раз было издано множество трудов на тему того, что вот здесь готово, здесь готово, вот здесь стук в золотые врата уже рождался, и шаг змеи мы уже слышим. И все это, наконец, дошло до пика, и потом, разумеется, маятник очнулся в противоположную сторону, и все это теперь парируется тем самым мелом из интернета. Антихрист уже здесь, но в пустыню я, конечно, не побегу. Ну, то есть, как бы, а тогда в чем же ценность ваших слов? Поэтому, вот, с одной стороны, эстетика, но эстетика не самоцель, потому что, ну, бывают такие поэты, которые берутся за все. Это же тоже показатели мастерства и таланта, когда поэт может не просто написать Теогонию или Теомахию, как Гесиот, а поэт может и прогноз погоды изложить в стихах, и сделать это буквально за 10 минут, когда ему сводку принесли, через 15 минут все уже готово. Это не бездумная такая трата таланта, это умение увидеть Бога в этой красоте. То есть, в этом плане, если угодно, программа «Максимум» – это когда человеку цветок в саду читает лекцию по богословию. Вот он сидит в саду, он видит этот цветок, или он там смотрит на цветущую вишню, он смотрит на закат, на рассвет. И вот у него уже здесь теология. Либо же это такой поиск вслепую, да, красота какая, даже матом ругаться не хочется. Ну, а дальше? А дальше-то чего? И вот тут вот возникает вопрос языка и возникает вопрос знания. Вот это очень важный момент. Поэтому в качестве мостика вот мы вернемся к Александру Филоненко, который вот нами был уже процитирован в прошлом выпуске, где он обращает наше внимание на евангельский эпизод, где Господь является Лукея Клеопия, идущим в Эмаус. И вот тут действительно умение посмотреть свежими глазами на происходящее, то есть смотрим, это же идеальная педагогическая ситуация. То есть два студента, которые учились, которые старались понять, которые всю свою жизнь связали с этим бродячим проповедником, и они пытаются осмыслить, что же случилось. Им является не профессор, не первосвященник, не Никодим, вождь законников, а им является сам Господь. Вот может ли быть учитель лучше, чем Господь? Нет. И он студентам, которые сильнейшим образом заинтересованы, показывает от Писания, что всему этому было надлежит быть, и они его все равно не узнают. То есть смотрите, знание есть, язык есть, любящий учитель, который хочет научить, есть. Студенты, которые вот не сидят в телефонах, не думают, что скорее бы уже к дамам-то вечером, не думают, как они к морю побегут, на набережную и так далее. А они пытаются понять это действительно, и они его все равно не узнают, и он им узнается в преломлении хлеба, когда они проявляют гостеприимство. Потому что он им объяснил, ну, на всякий случай, вдруг среди зрителей тех, кто прогуливали воскресную школу, мы доскажем эту историю до конца, да, и он хочет идти дальше, неузнанный, они говорят ему, учитель, останься, давай, вот мы поужинаем, и он преломляет хлеб, и они вспоминают, что это он и есть, видимо, как-то вот Господь особым образом хлеб преломлял, и возвращаются в Иерусалим, где Господь им и сказал быть. Еще одна вводная, все это происходит после воскресения. Да. То есть Христа распяли, ученики в шоке, потому что они... Они чего-то не поняли, вот это, чего мы не поняли. Да. То есть он был Бог, он был Мессия, и мы никак не могли предполагать, что он дойдет до могилы. Все так, может, печально и трагично, и как-то очень быстро, и не эпопейно, не эпично закончится. Да, и вот они идут, возвращаются в свой город, вот, два ученика, Лука и Клеопа, и Христос как бы присоединяется к ним на пути, ну и дальше вот все то, что отец Сергей рассказывал. То есть получается, что язык недостаточен. Вот это очень важный момент, потому что вот как мы не пытаемся это все втиснуть в язык, у нас не получается. И поэтому давайте поговорим вот о Олеге Давыдове, «Сияние формы» называется. Вот так эта книжка выглядит. Это уже другое издательство, издательство ББИ, Библейско-Богословский институт. И это уже такой автор, доктор философских наук. Ну, разумно, Александр Филоненко. Да, да, да. Но вот этот труд, насколько я вот, я его не читал, Филоненко я читал, а вот это я только от вас знаю, и слышал лекции самого Олега Борисовича, по-моему. Вот. Насколько я знаю, это достаточно уже более серьезное размышление, именно философское. Чуть-чуть больше понадобится сил для ее прочтения. Ну, так была неделя у людей, чтобы подготовиться, свыкнуться с мыслью, пройти вот торг, гнев, отрицание и так далее. И вот тут вот очень важный момент, что туманные реки производства смыслов и интерпретации затрудняют возможность встречи с миром. То есть мы все время упаковываем что-то в язык, в какие-то конструкции, трансцендентальная перцепция, еще что-нибудь там, какой-нибудь дуализм Декарта. Сейчас наши зрители заплачут и выключат телевизор. Но это движение не стоит путать с прогрессом, с последовательным преодолением более низких ступеней, с переходом в раннее несуществовавшее относительно совершенное состояние. То есть еще раз, интенция телоэстетики, она в том, что надо вернуться к вещам, к изначальным. И интенция тоже, вот если первый тезис для размышлений, который я предложил в прошлой программе, это то, что эстетика где-то может быть важнее этики, ну, с разной степенью радикальности, может быть вообще всегда, а может быть иногда важнее, чем этика, то вот тут это то, что язык в известной степени скрывает от нас мир. Границы моего языка, границы моего мира, и выход за пределы языка происходит только через травму. Когда мы пытаемся... Через травму. Мы пытаемся что-то вы... Ромео впервые увидел Джульетту, и вот он пытается что-то понять как-то, или как Данте встретил Беатричи, то есть Данте, он познавал мир четко, аккуратно, вот, значит, есть логика, есть этика, есть эстетика, есть военное дело, есть, соответственно, как бы сказать, зима, лето, осень, зима и так далее, и вдруг, вот он встречает эту Беатричи, и солнце как-то по-новому, и цветы как-то вот теперь стали интереснее почему-то, и вот как бы он осведомлен о том, что будет происходить и должно происходить, но это вдруг обретает такую новизну, что ему слов не хватает, и когда Беатричи, собственно, вот его покидает, Данте и приносит эту вот свою страшную клятву, что он тогда бросил писать стихи, пока не найдет таких слов, какие вот ни один поэт еще не использовал в отношении женщин. И в этом плане, кстати, почему нам нужна телоэстетика сейчас, потому что, ну вот, секуляризация прошла, и тут опять же вот дадим слово уважаемому автору, где он ссылается на Чарльза Тейлора. Итак, Чарльз Тейлор в своей книге «Секулярный век» различает два образа религии, сложившихся в эпоху модерна. Во-первых, религии мобилизации, то есть институциональная, иерархическая система, символически легитимизирующая существующий общественный и моральный порядок. А во-вторых, религия подлинности, предоставляющая простор индивидуальному самоуглублению, поиску смыслов, познанию бытия вне каких-либо сложившихся практик. Ну, то есть давайте опять же перескажем все это на пальцах. То есть это либо какой-то институт, то есть когда мы церковь используем как что-нибудь. Ну, например, вот у католической церкви есть целый ряд учебных заведений, и можно вот уйти в садик в пять лет и защитить докторскую степень в 30 лет, не покидая... От них в тех же стенах. Не то чтобы от них в тех же стен, но не покидая католической церкви. То есть это католический детский садик, католическая начальная школа, католическая средняя школа, католическая старшая школа. Ну и дальше, дальше. Это мы не про семинарии говорим, мы говорим про то, что можно получить католическое образование. Что-то типа того, что у нас представляет из себя, представлялка некогда, Наянова, насколько я понимаю, да, то есть начальная школа, средняя школа и вуз, оно как бы все объединено. И интегрировано, и, заметим, это хорошо. То есть, когда есть единый концепт, когда вот не то, что вот здесь, значит, был детский сад для одаренных детей, теперь младшая школа для спортивных детей, теперь средняя школа для, значит, шахматного клона, потом старшая школа, ну и так далее. То есть, все меняется, и человеку трудно адаптироваться. И вот здесь тут важный момент, что получается, что для некоторых религия – это нечто, сохраняющее статус-кво. Но ведь Господь не для этого создал мир, и не для этого, собственно, вот все шло к 21 веку. Либо же это то, что тоже меня сильно в свое время задело, такое, знаете, христианство частного лица. Вот я как частное лицо, вот я как в аптеку, вот надо мне, там, я не знаю, пустырника, надо мне валерьянки, надо мне от комаров что-нибудь. Я в аптеку прихожу, беру то, что мне нужно, и ухожу до следующего раза. Так же и тут, вот, нужно мне проповедь, я иду в церковь слушать проповедника, или, кстати, на ютубе, или где угодно нахожу самых разных созвучных мне. Да, то есть я для себя, говорю, вот это, вот это, вот это, и персик, пожалуйста, тоже заверните. Или, опять же, прихожу, причащаюсь, а потом говорю, знаете, ваша церковь – это не моя церковь, проблемы церкви – это не мои проблемы. Вот эти, как бы, жирные попы, вот эти вот Мерседесы, вот эти вот, все вот это вот, разбирайтесь с этим сами. Я верую во Христа, в причастие верую, к чаше прихожу. И вот, опять, посмотрите, не тот вариант неправильный, не тот. То есть церковь – это вот празднуем 350 лет Петру Первому, да, дата, который, кстати, вот это и заимствовал, что церковь должна стать одним из министерств. То есть пусть при храме будет, о чем, кстати, мы слышим, а сколько сирот накормлено, а сколько стариков вот получило заботу, а сколько, простите, тех, кто нуждается в помощи, получили эту самую помощь. Поэтому вы, конечно, молитесь, ну, там, утром, полчаса, вечером, ну, хоть до рассвета, а с девяти утра будьте любезны. Значит, здесь богодельня, здесь приют, здесь трудные подростки, здесь одаренные подростки. И делайте, 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 делайте. Но самоценность Христа в том, что он к людям приходил. Не в том, что церковь стала где-то тем… Социально значимым институтом. Который, да, который нужен, который важен, который может учить, который может лечить, который может, ну, много чего может, да. А с другой стороны, христианство частного лица – это же тоже вот, ну, то, что греки, простите, называли идиот. То есть идиот в греческом смысле – это не оскорбление, это человек, который… На все смотрится свои колокольники. Который не интересуется общественными делами. То есть вот красота, она общественное дело или нет? И никем не ангажирован. То есть он освободен от привнесенных… Это ему так кажется. На самом деле на него влияют все, кому не лень, а он думает, что он один такой… Пушистый. Впервые открывший вот эти вот поля. И дальше вот тут очень хороший аккорд. В наиболее популярном сегодня, кстати, не только в русскоязычном поле, публицистическом дискурсе христианского недовольства, политикой, православием, иерархами, общинами, дождливой погодой и так далее, меня настораживает следующее – полнейшее отсутствие позитивного богословского видения и концентрация только на критике и раздраженной привязке к текущим проблемам. Но христианское общество не ограничено ни вчерашним, ни сегодняшним днем. Но шествие в истории уже принадлежит началу последних дней. И вот это очень важно. Вот тогда за что мы зацепимся? Если язык, то давайте, значит, поговорим о приватизации, о ее итогах, о секуляризации, о реформации, о контрреформации. Но как только мы в это зашли, мы из этого не выберемся. Это как вот прочесть Андреева, там в эту розу мира влипнуть, и все. Уитсрауры, жругры, как только мы начали говорить этим языком, мы оттуда уже не выйдем. И тут действительно вот что нас выдергивает? Нас выдергивает красивый дворик, играющие дети, кошка на раскаленной крыше, музыка, которая вообще совершенно бесполезна. Вот был чудесный анекдот, да, когда вот такого рационализатора из экономического университета, отличника, отправили на концерт классической музыки, а он потом написал записку, что, значит, в целях оптимизации мелодия повторялась в наборе нот неоднократно. Предлагаю сократить это до трех проигрышей. Музыкант использовал скрипку, которая 200 лет. Нерационально использование такого имущества, поэтому скрипку сдать и подарить ему новую. Непонятно, почему 20 лет надо учиться, чтобы сыграть этот проигрыш в 12 нот. Поэтому мы все это рационализируем, мы все это четко делаем. И вот, пожалуйста. И в том и дело, что, тут тоже очень важный момент, в языке есть еще один такой фундаментальный нюанс. То есть первое, если мы в языке, мы из языка не можем вырваться. То есть мы можем сказать, девушка, я тебя люблю. И вот в каком значении люблю? Вот в английском есть love и like, а у нас нет. И поэтому я девушку люблю как кто? Как чашку кофе. Опять же, вот с утра я люблю чашку кофе, а с вечера травяной отвар, а потом люблю посидеть в тишине, и футбол люблю, и читать люблю, и музыку слушать люблю. И в итоге, вот язык нам, и выход за пределы языка, это выход через травму. То есть почему так, ценные поэты? Потому что они ищут новые слова, потому что они ищут, формируют новые смыслы. Пром, про выход через травму мы сказали. И еще один очень важный момент, да. Вот. Благоразумные герминевты и скептики, для которых скандалом пустой могилы, ну, соблазн, препятствие, да, остается нелепым, конструируют себе куклу, которую именуют христианством, и потешаются над ней, вместо того, чтобы смиренно и серьезно войти в необъятную сокровищницу христианской мысли, полную драгоценных камней. Святой Амфилохий, живший в IV веке, пишет о восприятии Пасхи. «Пусть посмеются над нашим любомудрым иудеи, ожидающие другого Христа, и эллины, сокрывшие во груб свои надежды, как о них справедливо сказал пророк, и гробы их жилища их вовек». В свою очередь, позитивисты-религиоведы указывают на сходство нарратива о воскресении с другими однотипными ему воскресали, асирис, дионис и другие боги. «Радикальное отличие христианского повествования в том, что, в отличие от перечисленных мифов, утверждающих вечный круговорот жизни и смерти, он возвещает дар освобождения от этого насилия. Здесь промахивается Ницше, обвинявший христианство в принижении жизни. Здесь же ошибаются считавшие, что жизнь вечная, исповедуемая христианами, является посмертным, бесконечным продолжением жизни настоящей, справедливо оценивая такое состояние, как больше похожее на муку, чем на награду, тогда как жизнь вечная, это жизнь церкви здесь и сейчас». Вот это тоже очень важный момент. А вот Господь нам дает жизнь с избытком какую? То есть в Царстве Небесном будет то же самое. Квиток за квартплату, там как бы вот сходили с детьми погулять, встретились с родственниками, собрались с семьей за большим столом, отметили день рождения дедушки, ну и так далее. То есть получается, что это тоже такая дурная бесконечность, которая, ну, рискнув сказать, граничит и с садом. То есть вдруг получается, что красота – это вот то, что будет в той жизни гораздо больше с избытком, чем сейчас. И, тогда я подхожу к следующему важному моменту, с Богом можно встретиться везде, кроме фантазии. Вот фантазии Бога нет. Это интересно. И вот это вот следующая тема, которую я предложу, потому что можно себе нафантазировать. Как вот было сказано, вот сейчас есть недовольные христиане, которые справедливо недовольны. Ну, тут тоже давайте мы сообщим шокирующую истину. Вода мокрая, огонь горячий. А я вовсе не поручусь, что среди священников Русской Православной Церкви мы не найдем людей, соблазняющих своим поведением. Что мы не найдем сквернослова, не найдем алкоголика. Ну, в жанре «а если найду?» Ну, в целом можно найти и тех, кто обмерщены, и тех, кто больше увлечены театром, чем служением литургии, и те, которые с гораздо большим удовольствием занимаются своим маленьким бизнесом, чем служат, ну, там и так далее. Но дело-то не в этом. Дело в том, есть в жизни человека красота или нет? И вот красота – это, во-первых, то, что выходит за пределы языка, и красота – это то, что не есть фантазия. Потому что если бы мы начали фантазировать, ну, как, собственно, вот у классиков, да, как бы вот к бровям Ивана Ильича, да, нос Ивана Ивановича, да, ну и так далее, как вот это... И красота, получается, и не монтируется с богословием от частного лица. Да. Потому что ты, ну, условно говоря, стремящийся потреблять все и стремящийся поглотить все и стремящийся ко всему, что видишь... Лучшие кусочки выковырят. Да, изюм из булочек, вот, из куличей, стремящийся ко всему, что ты видишь, присовокупить притяжательные местоимения «мой», вот, ты не можешь сказать «мой закат», ты не можешь сказать «мое озеро». Ну, некоторые, конечно, пытаются, ставишь лакбаум дачку около озера и говорят «мое». А счастье-то не приходит. А счастье не приходит, да. И радости от того, что, ну, как бы, у тебя есть свое собственное озеро около своего приусадебного участка, оно, радость буквально там... Это настолько приходящее, тем более потом пишут диссертации о том, как, давайте посмотрим, да, вот дом на набережной и квартиры, владельцы, сколько было владельцев вот у этой квартиры. И там начинается такая чехарда, что человек вот старался, 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 и вот он добежал, и чего, и буквально через полгода, через год все это кончилось, как вот этот вот знаменитый поселок Переделкино для дачи писателей и прочее, прочее, прочее. И вдруг оказывается тоже очень важный момент. Это выходит за пределы языка. Это раз. И второй момент – это нельзя нафантазировать. Вот как бы мы ни фантазировали, вот всегда банальный полевой цветок, да, как и Соломон в своей славе не одевался так, как Господь одевает полевые лилии, хотя они, в общем-то, незачем вообще. Они сегодня есть, а завтра в печеме тайме. И вот замечательнейший тоже вот из Олега Давыдова. Есть фигуры, удаление от которых дает дистанцию для проявления их подлинного масштаба. Возможно, Ницше является такой фигурой, его тень все еще указывает на будущее. Он настолько многолик, насколько многолик и пластичен его танцующий бог. От Горького до Манна, от Малевича до Орхола, от Копполы до Ларса фон Триера, от Хайдегера до Эйн Рент, его аватары неисчислимы. Ницше сам дал повод толковать себя на все лады. Этот мир есть воля к власти, ничего более. И в целом, вот тут интересный момент, да, не является ли триумф нематериального, который мы наблюдаем в сети, инверсией извечной философской тоски по бегству в мир идей? На этот вопрос мы вынуждены дать отрицательный ответ, ибо эфиризация образов подкрепляется, хотя и не менее динамично, но все же растущим материальным потребительством. И дальше. Электронные средства коммуникации, объединившиеся с эстерилизующими рыночными силами, эффективно и аккуратно закупоривают индивиды в самом себе, прикрываясь постоянно растущей коммуникацией между германитическими монадами, проявляющейся как ряд спонтанных, сингулярных шпидзеров. Расшифровывайте немедленно. Да, 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 сейчас все будет. Итак, то есть тотальное потребление. Машина глаз освобождена от всяких табу и ненасытная по определению. То есть в интернете мы можем посмотреть все. От того, как проходит приготовление кофе-ливак, где лемуры поглощают зерна, а потом обрабатывают их в кишечнике, сами того не зная, и потом радостно за лемурами собирают. До самых разных моментов. От заката в Перу. То есть машина глаз не знает удержа, и при этом мы еще не говорим о том, что по... Я сам не знаю, но специалисты утверждают, что половина трафика интернета составляет непотребство. Дальше. Машина рот, едящая все и в любых количествах. Ну, то есть, да, вот в два нажатия будет паста с самыми разными вот... Бургеры. Из последнего, что меня ужаснуло, значит, фотография, там рубленая селедка, прям такие рыбьи головы, и рубленые бананы, перемешанные вместе. И вопрос, подскажите, пожалуйста, а чем можно заправить такой салат? Ну, вот, кстати, да, вот давайте машина глаз, машина рот, и машина мысль оценивающая и различающая. То самое, ну, триумф того самого частного лица. Но ведь христианство это недопустимо. Тоже вот была хорошая большая дискуссия, когда отец Савва Мажука сказал, что идеалы у нас буржуазные, да, то есть давайте перестанем стесняться, что мы буржуа. Нам нужна чашечка кофе, нам нужна книга хорошая, чтобы мы где-то, сидя в парке, с чашечкой кофе, читали хорошую книгу. И там дошло до того, что вот даже есть такие буржуазные монахи. И тут же всколыхнула сеть, вот эта вот, да, машина мысль, которая все оценивает, все ярлыки раздает. Есть ли что-нибудь более противоположное буржуазии, чем монашество? То есть скажем ли мы про преподобного Сергия Раднишского, мощи которого привозят, что это был буржуа, то есть происхождение Боярского, с образованием великолепным, хотя и трудно это ему давалось, что это было буржуа, что Иероним Стридонский – это буржуа, что Василий Великий, Иоанн Златоустов, Григорий Богослов – это буржуа. Но, с другой стороны, вот христианство частного лица – это вот действительно то, когда мы выковыриваем изюм, когда аристократия, ну вот в графе Монте-Кристо, помните, да, а граф пребывал в оперу ко второму акту, потому что ему очень нравилась ария номер два, а дальше можно не слушать. То есть можем ли мы прибыть в храм к Херувимской, а потом благополучно… Ну, кстати говоря, так многие делают. Да. И даже не с детьми. То есть если еще с детьми там какой-то есть момент понимания, а есть люди, которые, ну, я хочу поспать, я просыпаюсь в половину девятого, как мне это удобно, не спешно собираюсь. И контраргумент – апостолы вычитывали правила, апостолы постились на таяние вечера – нет. Ну, так вот, я прям вот тоже прихожу, и прям вот пройдя в врата храма, сразу иду к чаше. И с точки зрения языка мы никак не объясним, а почему нет. То есть с половиночей не вкушал, не пил, не курил, не использовал запрещенных к обороту веществ, и легальных тоже не использовал, давайте причащайте меня, я пришел. И вот как? И я боюсь, что ни у кого не хватит словарного запаса и знаний объяснить человеку, что ну нельзя из церкви выковырять вот это, вот это, вот это. То есть я правильно понимаю, у нас уже просто не совсем много времени остается, что красота в данном случае, вот ее присутствие, наличие, призыв ее, да, в этом мире, она… Она и мотивирует, и вот не надо объяснять человеку. Да, она заставляет в том числе еще человека подумать о том, что есть нечто большее, чем он со своими потребностями и желаниями. И, в общем-то, он, человек, начинает расти и, ну, условно говоря, вытягиваться в некую высоту, длину, тогда, когда рядом с ним оказывается некто больше или нечто большее. Ну, как если бы сейчас в эту студию, ну, не знаю, вошел тот же Филоненко или тот же Давыдов. Я бы уступил место и слушал просто. Да, а еще лучше Бальтазар, да, то есть вошел в помещение некто большее, в присутствии которого нам хочется встать, а еще лучше так подтянуться, и мы начинаем уже совершенно иначе даже себя вести. И наличие в мире красоты, оно, по идее… Меняет нас к лучшему. Должно менять, да. А для этого как раз от своих… А в том числе, что меняет. Машину глаз нужно остановить, машину рта нужно остановить, вообще свое частное христианство нужно остановить, и вообще от своего частного, индивидуального, атомизированного персонализма… Как апостола, который это все и оставили. Нужно отойти. Ну, вот на этом мы сегодня и ставим точку, отец Сергий. В следующий раз, дорогие друзья, приготовьтесь, будет сам Бальтазар. С его творениями. Мы поговорим о, в целом, о семитомнике, который у нас в России еще издан не полностью на русском. Ну, в большей части все же издан. Вот, да. Поговорим о том, что именно он подразумевал под Тео эстетикой, зачем ему это показалось важным. И, собственно, то, что мы с вами сегодня книжку разбирали, и в прошлом наш выпуск, это книжки, которые появились благодаря тому, что авторы их заразились идеями Бальтазара, красотой этих идей. Ну, а на сегодня мы прощаемся. Отец Сергий, спасибо вам, дорогие друзья, спасибо вам, что досмотрели. И да, было сложно, было не просто о вере, вот, в смысле не примитивно. Но я надеюсь, что диалог наш вас захватил, и в следующий понедельник вы к нам присоединитесь. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова